Дай почитать. Больше всего крови на страницах истории пролито мужчинами, и подавляющее большинство серийных убийц – это именно мужчины. За последние столетия лишь 10% от числа всех серийных убийц составили женщины. В большинстве люди не хотят признавать существование зла в женщинах, ну разве что на страницах книг такое возможно. Для нас женщина – мать, кормилица, жена, хранительница семейного ячага, прекрасная возлюбленная и нежная сестра, но женщина способна быть безжалостной разрушительницей. Тори Телфер признается, что если бы ей пришлось описать героинь ее книги одним словом, кроме ужас, она бы использовала слово «напористость». Действительно, читаешь и поражаешься хитрости, изворотливости, упорству, стольких мужчин обмануть, отравить, стольких стоящих на пути к заветной цели уморить и уничтожить. Иногда первопричина в социальных условиях, в желании не столько поднять свой статус, сколько элементарно выжить. Но как, почему, в какой момент гнев, жадность, патологический нарциссизм превращаются в болезненную маниакальность, в своеобразную игру в Бога, взять и без сожаления и боли забрать человеческую жизнь? Все женщины-убийцы, описанные в книге, их 14, были умными, вспыльчивыми, коварными, соблазнительными, безрассудными, корыстными и одержимыми, были безжалостные и непреклонные. Каждая из глав книги посвящена судьбе и преступлениям той или иной леди-убийца. Из героинь книги более хорошо знакомы графиня Баттери и наша Салтычиха. Остальных фигуранток я не знала, но каждая новая глава потрясала бесчеловечностью, изворотливостью и непреодолимым желанием буквально идти по трупам к своему светлому будущему. Это сестры Сакина и Рая, погубившие 17 невинных женщин. Это и Алиса Китлер, травившая своих мужей и всех, кто стоял на ее пути. И Лиззи Холидей, так любившая беспроигрышный мышьяк. И бабуля-хохотуля Ненни Дос. Признайся, что их имена я не запомню никогда. Пусть остаются на страницах книг. 18+. Дай почитать. Редактор субтитров А.Семкин